Сегодня Ассоциация юристов России провела единый день оказания бесплатной юридической помощи. Приемы ведут в самой Ассоциации Академии Госслужбы Сыктывкарском госуниверситете. К акции присоединились также Республиканская прокуратура, Единороссы, Гострудинспекция и Следственный комитет. Всего бесплатный прием ввели 18 юристов в планах увеличить охват населения республики. В связи с этим сегодня Ассоциация юристов подписала соглашение о сотрудничестве с общественной приемной главой КОМИ. Елена Кононова подробнее. Еще нет и 9 утра, а в кабинете Ассоциации юристов все специалисты уже на месте. Первых посетителей принимают Борис Шенкман и Виктор Ковалевский. Коллеги с гордостью называют их альтруистами. Они не встанут из-за стола, пока не примут последнего человека в очереди. Это при том, что в единые дни бесплатной юридической помощи количество посетителей доходит до 50 и больше. Люди приходят с самыми разными проблемами. По словам юристов, им часто приходится выступать в роли психолога. Это же, прежде всего, отношения. Люди приходят за юридической помощью. И вот именно помощь юридическая бывает порой и психологическая, особенно в таких спорах, где связано с такими семейными отношениями, переживаниями, процессы, связанные именно с чувствами людей, когда именно затронуты. Тогда особенно важно дать какую-то психологическую помощь, психологическое внимание, заботу и так далее. Единый день юрпомощи члены Ассоциации проводят раз в квартал. Кроме того, каждый вторник после работы два часа принимают клиентов на бесплатной основе. В районах Коми консультации дают в филиалах общественно-приемной главы. Правда, своих специалистов имеют только 9 из 20 отделений. Остальным приходится привлекать сотрудников правоохранительных органов, как, например, на Ударе. В 2012 году у нас появилась такая идея создать, реализовать вот такой проект «Правой десант». Ну, партнеры у нас очень серьезные. Это прокуратура нашего района, это следственный отдел следственного управления в Ударском районе, это отделение МВД и, конечно же, юристы администрации муниципального района Ударский. Вот в рамках наших мероприятий мы проводим личные приемы граждан, конечно же, без них, да, никак. Это и прямые линии, потому что, чтобы мы могли консультации дать непосредственно уже всем. В сельских районах есть потребность к умеязычных юристах. Сегодня таких мало. Они готовы работать на малой родине, отмечают сотрудники кафедры гражданского права в СГУ. Кроме того, в УЗИ два года назад разработали проект, который предполагает консультирование граждан, в том числе и на коме языке. В рамках реализации данного проекта на сайте Сыктывкарского государственного университета подготовлен банк вопросов и ответов, как на русском, так и на коме языке. Также нами подготовлен ряд публикаций в периодических изданиях Республики Коми на коме языке с целью ознакомления граждан Республики Коми о возможности получения консультаций на базе юридической клиники Сыктывкарского государственного университета. Сегодня задача ассоциации увеличить объем оказания юрпомощи, прежде всего с помощью роста числа правовых десантов в районы. Те граждане, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь, это люди, пенсионеры, дети-сироты, категории достаточно много. Они все-таки нуждаются в непосредственном разговоре с юристом в каком-то помещении, с глазу на глаз. Поэтому формы не будут практически меняться. Это прямой диалог с юристом, нуждающийся. Еще одна из форм оказания бесплатной юридической помощи – это публикации в районках. Вопросы и ответы юридического характера. Ассоциация планирует заключить соглашение о сотрудничестве с муниципальными печатными СМИ.